МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У эфира новина Витебской области у студии Вольфа Шмаргун. Витаю вас! У досконаления обмену информации помеж правоохолниками Беларуси и Латвии по всех ключевых позициях боротьбы со злочинностью, особенно на помежных территориях. Одна из основных тем, какой обмерковывали керовники органов правопарадки Беларуси и Латвии на Нарадзе у Полоцку. Это их первая встреча за опушние 7 годов. Миграционные процессы промышают силы правопарадки украин-суседев объедновывать свое намагание в боротьбе со злочинностью. Потребно денежать разом, как можно было сопредстоять усилякому злу и насилию. У преступника нет границ. И очень важны те вопросы о том, что было сказано господинам начальникам криминальной полиции в Беларуси. Именно это наркотики, это организмная преступность, это торговля с людьми, это те ситуации, которые исходят из искателей убежища. Из других стран, это очень важно. Это, прежде всего, те процессы, которые начались миграционные в Европе. Бессловно, мы, Республика Беларусь, находясь в центре Европы, являясь транзитным государством для новых криминальных процессов, мы отрабатывать будем сегодня с нашими коллегами, в том числе очень серьезный вопрос, для того, чтобы таких явлений, феноменов не было в целом. Дякуючи тесному взаимодействию, правооховники двух краин только летость затрымали незаконные татуневые продукции на сумму около 2 миллиардов рублев. Прокуратура Витебской области выявила порушение по трабованию декрета номер 18, а в додатковых мерах поддержал на обороне детей у проблемных семьях. Суместная работа выконкам у правооховников службов занятости процедаутся уразгледжена на посяджении координационного совета по реализации декрета номер 18 и областной комиссии по справах неполнолетних. Подчас проверки в регионе установлены шерох порушений у преорганизации працы обовязанных особ. Наймальники часто не выконвуют по трабованию декрета и не организуют належный улик працонного часу. Так, не завсюди своечасово принимаются меры по притягнению до отказности обовязанных особ, которые допускают систематичные прогулы. К сожалению, прокурорские проверки показали, что при организации работы с обязанными лицами имеются недостатки упущения, нарушения со стороны всех субъектов профилактики, кто должен отвечать за эту работу. И на уровне управленческой деятельности, когда принимаются формальные решения местной власти и потом ненадлежащим образом контролируются исполнение этих решений. Значит, и органов внутренних дел при их привлечении к ответственности и при организации работы их у нанимателей, и в том числе со стороны работодателей этих обязанных лиц, то есть имеются серьезные проблемы по взаимодействию и исполнению требований декрета 18-го. У регионе працуют больше за 2000 обовязанных особ. У опущений часу взросла колькость криминальных справ за ухиление от компенсации сродков на утромание детей. В тот же час, что году в области у своей биологичной семьи вертаются до 60% детей, батьки, яких взялись за розум. С початку года только у Витебской области отбылся 135 пожаров, у яких загинул 31 человек. Бядыня сдарилась, а бкап под рукой оказались сродки пожаротушения. Один из ведущих вытворцев таких сродков на территории СНД находится у Витебску. Выпуск инновационной продукции дозволяя предприемству не только быть лидером своей голены, а лей ратовать тысячи житцев, упылнилась Светлана Макайева. Больше, чем за 20 годов иснуе предприемство. Сюня, паштехника, гэта сучасная специализованная вытворчасть с ашмат профильными технологічными процессами. Балоны порошковые, паветранопенные, вуглекислотные, з массы вогнетушеччага рэчева от 1 до 100 кг. Усё гэта робится тут. Наладжены выпуска автоматичных установок газового и порошкового пожаротушения, а так само розные пристасывания до вогнетушителя. Якось продукции витебского вытворца признана на шматликих выпробованиях и подсвержена сертификатами Беларуси и России, Мытного союза, одобрана Российским морским регистром судноходства. Не менее 40% возгораний в мире тушится при помощи огнетушителей. Ответственность за безопасность наших изделий, за их функциональные свойства, всё время были нашим драйвером для того, чтобы мы развивались и давали нашим клиентам всё лучшее качество. В Беларуси нашей продукцией пользуется примерно 15 тысяч промышленных потребителей. Заводчане засвоили выпуск балонов со специализованным антикоррозийным, сносостойким покрытием и балонов с нержавеющей стали. Гаранты на их 10 годов эксплуатации во умовах моря и крайней полночи. Одна запущных новинок – вытворшись барабанной системы пожаротушения. И она подключается до звычайных водопровода и различена на малоповерховые домы, где не иснуе пожарных водопровода. По статисты, больше за 70% пожаров отбываются у жилых будинках. Хотел обратиться к потребителям, к людям, у которых свои дома, хозяйства, повнимательнее отнестись к защите своего имущества, своей жизни, жизни своих близких. И обратили внимание на такой простой, доступный способ защиты от пожаров, как огнетушитель. Безпека и захавание жития людей – галонная для завода паштехника. Тому спыняться над асягнутым коллектив не сбираются. У портфеле ешэшмат инновацийных идей. Светлана Макаева, Леонид Табола, Новина, Витебск. Браслоу трапил у календар туристичных падей Беларуси на 2016 год. У гэтым спися 16 фестиваля у свята у спортивных и инших мероприемствов, на які запрашая Витебщины. Синевокая Браслоушчина уже не один год ладзить международное свято традиционной культуры «Браслоуские зарницы» и фестиваль средневечной культуры «Меч Братшислава». Фесты проходят на старожитной замковой горы. Асёль-это фестиваль изменит свой статус и станет международным. Одним из самых главных является праздник средневековой культуры «Меч Братшислава», который проходит уже несколько лет в рамках праздника традиционной культуры «Браслоуские зарницы». Однако вот уже в этом году принято решение о том, что будет другой статус этого праздника «Меч Братшислава», международный статус. К нам приезжают клубы исторической реконструкции из Беларуси, России, Латвии, Польши. Это обязательно выступление беларуськой группы. Это обязательно популяризация историко-культурного наследия Брасловщины. Гэта и фесты брэндовые не только для Брасловщины, для усёй краины. Яны заховывают самобытность беларуской культуры и обогачают яе. Витебская команда будущих стилистов привезла одразу некальки узнагарод с буйнейшего во Сходней Европе конкурсы «Невские бераги», який что год проходить у Санкт-Петербургу. Новочинцев индустриально-технологичного колледжа признали одными из лепших у модных мужчинских прическах и росписи познохтел. Кольки тонн лак уважить перемога подлечил Виктор Пралич. У пятый раз, будучи ацирульники, навученцы Витебского индустриально-технологичного колледжа вертаются с «Невских бераговни» с пустыми руками. Вселетний конкурс стал для их уроджайным на узнагароды. Девчонки подходят ответственно, всегда им нравится это, это всегда волнительно, это всегда новые какие-то переживания, то есть всегда стремление к какой-то победе. «Невские бераги» – это не просто конкурс, а одна из самых захопляющих схваток у индустрии прихожостей. Сто с лишним городов СНД и Европы, две с половы тысячи конкурсантов и амаль 500 моделев, а ясчет тонны лака и шампуню. Я участвовала в двух номинациях. Первый вид – мужская динамическая укладка на длинных волосах, и второй вид – мужская стрижка и укладка на той же модели. Среди питерских чувствовать себя из Витебска – это так далеко, и, конечно, занять какое-то место – это было что-то, это были непередаваемые эмоции, это было нечто. Роспись на смоделированных позднохтях – мужчинская мода, женочая мода, фулл-фэшн-лук, фэшн-сити – по сотне номинаций. Будущим цирульником из Витебска яны покорились. На родиму привезли три кубки России за третье место. Это огромный толчок, даже если бы я не взяла никакое место, ну, призовое, да, это все равно стимул, когда видишь чужие работы, когда ты сравниваешь, когда тебе есть чем восхищаться, есть над чем задуматься, думаешь, над чем можно поработать, то это огромный стимул, и, конечно, хочется участвовать. На досягнутом витебские стилисты спиняться не сбираются, есть еще несколько престижных конкурсов, поспоборничать у которых наметили себе девчаты с выкладчиками. Сейчас только переведут дыхание и снова возьмутся за ножницы. Виктор Пралич и Сергей Котов, новинный Витебск. Кольки слова в спорте. Лицензии на уделу в 26-м чемпионате Беларуси по футболе, який стартует другого красавика, отримали 10-16 команд высшейшей лиги. Клуб областного центра Витебск пройшел процедуру лицензования, а вот новополоскому «Нафтану» у выдачи лицензии отмовили в связи с невыконанием финансовых критериев. Теперь новополочане будут вымушены звернуться у апелляционный комитет по клубным лицензованию. Мы связались с керовницством футбольного клуба «Нафтан» и доведались, какие кроки предпринимаются, как выправить становище. Проблема стала острая. Команда может быть недопущена до чемпионата страны, участие в чате в финальном матче Кубка с Белшиной. Мы за эти два месяца заработали 450 миллионов в копилку, чтобы разрешить финансовые проблемы. А также вчера имели встречу с генеральным директором «Нафтана» Третьяковым Владимиром Константиновичем, который является председателем совета клуба. Разговор был долгий. Финансовая проблема на ООО «Нафтан» тоже сложная, но нашли взаимопонимание. И думаю, где-то в течение 4-5 дней проблема разрешится, и мы получим лицензию. Поэтому хочу заверить болельщикам, что футбольный клуб будет участвовать в чемпионате, получит лицензию, и приглашаем вас на стадион. 26-й чемпионат Беларуси стартует другого красавика, а финишует 27-го листопада. Команды проведут классичный двухкруговый турнир. Матчи дома и у гостях. И еще одна спортивная новина. Головный тренер хоккейного клуба Витебск Иван Цишкоу покинул команду. У Снежнияху затвердили на посаде головного тренера. Контракт с касаваной по узгоднению Бакуу, поведомляя официйный сайт клуба. У минулого сезона Витебск занял передопошный радок у турнирной таблицы, набравши 40 очков. Будем сподеваться, что хоккеисты и футболисты яща порадуют своих болельщиков ухудшными перемогами, как это робят наши батутысты. У Витебску завершилось першинство Республики Беларусь по скачках на батуте. С поборництвы стали контрольным стартом напереды дни чемпионата и першинства Европы, якие празд два тыдни почнутся у Испании. С проузнятым настроем за выступлениями своих молодших товарищей усадшились спортсмены галовной команды краины. Два дни тому яны с поиспехом выступили на этапе Кубка Свету, где завоевали пять медалей урозной вартости. О перемогах дорослых и выниках, якие продемонстровали юниоры, у репортажа Сергея Мисурагина. Все лето первый этап Кубка Свету по скачках на батуте проходил у столицы Азербайджана Баку. Сборная Беларуси, як и большинство конкурентов, была представлена на турниры своим моцнейшим составом. Тренеры потребовали от подопешных показать максимум, на что я нестатная, на передании чемпионата Европы у Испании. В индивидуальных прыжках у женщин Анна Горчунов заняла первое место, Татьяна Петреня стала вторым. У мужчин второе место занял Владислав Гончаров. И в синхронных прыжках Николай Казах и Владислав Гончаров стали вторыми, а девочки подтвердили, что они лучшие, они завоевали за это. А тем часом у партия борьбы на первенстве краины шла с первой до последней хвилины. Особливо это было башно подчас финальных выступлений. Цена перемоги вельми высокая. Одна грубая помылка могла за лишние секунды с фаворита заробить аутсайдера. Это отборочный старт к чемпионату Европы среди юниорок и юниоров, которые будут проходить сейчас в Испании, в городе Валейдалит. И вот последние штрихи к отбору в команду среди девушек и юноши нам надо сделать. У этой ситуации мощные нервы и прагу до перемоги продемонстрировала юная витеблянка Катярына Яршова. И она стала переможцей у индивидуальных скачках. А вот у парных выступлениях на высшейшую приступку пьедыстала гонору узнялися Морея и Валентина Богомоловы. Юнокам приходилось так само исти на рызаку, демонстрировать складанные элементы и связки. С этим лепить за всех справился Микита Ильяных. Это позволило ему опередить своего головного конкурента Микиту Фомченко. Або двои юнаки святковали перемогу и в синхронных скачках. На первом стуле республики наш тренер уехал в Баку. Я остался с другим тренером, но это не помешало хорошо выступить. Я доволен своим результатом на первенстве. Теперь спортсмену национальной сборной и юниорской команды чекает опошний сбор на передней чемпионату и первенства Европы. Сергей Мисурагин, Дмитрий Котов, Новины, Витебск. Мастак, философ, арт-крыток Сергей Радюк, представил свой живопис у Витебска. Выставочный проект под назвой «Дамы прилетели» и романтичный авантурызм разместился у галереи Стяна. Экспозиция присвечена 50-ти годзю Мастака. А работы, представленные на ее, демонструют весь диапазон мастацких махчимостей у ластевых Сергею Радюку. Аутор свертается до разных пластичных приемов. Техника живопису так сама разностайная. Часто он выкорыстовывая объемные детали у выгляде монет, свечек и навод шалупинни отсемок. Этот прием дозволяя одысти от плоскости и больше полно поглыбиться у мастацкие образы. Я первый раз в Витебске выставляюсь. И хотелось показать разные работы. Тем более, что я пишу абсолютно в разных стилях, использую разные методики. И это часть моей творческой позиции. Чаще всего художники как-то представлены в одной какой-то направлении. Но для меня всегда существовала прежде всего тема. Я выбираю тему, например, родной белорусский пейзаж. Либо там осень, да, мы прилетели. И уже, естественно, исходя из этой темы, я ищу и пластический язык, и какие-то технические средства, как эту тему раскрыть. Сергей Радюк народился в Беларуси, однако уже долгий час живе в России. Его картины заховываются в Державных музеях Люксембурга, Паудневой Кореи, Вьетнама, Беларуси и России. Утым лико у Тратяковской галереи и музеи русского импрессионизма. А так само работы Мастака смещаются у приватных коллекциях 43 краин свету. На этом наш выпуск завершен. Я с вами развитываюся. А партнер Доброго на дворья – газета Витьбичи. Говорят, весна в этом году будет ранее. Да-да, а осень урожайная. А по гороскопу у рыб ожидается прибавление. Если бы не Витьбичи, так и плавали бы в неведении. Даже рыбам всем понятно. Витьбичи читать приятно. Так что, друг наш, торопись, на газету подпишись. Витебску без истотных опадков. Температура по ветру ночи 0,2, днем 5-7 градусов выше и за 0.